МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня вы увидите. Создание центров точка роста в школах Норинмара и доступ к высокоскоростному интернету во все образовательные учреждения региона обеспечит мероприятие национальных проектов цифровая экономика и образование. В преддверии нового учебного года глава региона провел антитеррористическую комиссию Ненецкого округа. В числе первых обсуждался вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» продолжает работу. Сбор канцелярских принадлежностей к новому учебному году для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходит в региональном отделении Российского Красного Креста. Сегодня в преддверии нового учебного года глава региона провел антитеррористическую комиссию Ненецкого округа. В числе первых обсуждался вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений. Вопросы безопасности образовательных учреждений региона всегда были и остаются в центре внимания региональных властей, правоохранительных и контролирующих органов. В окружном бюджете на эти цели ежегодно предусматриваются средства в полном объеме. О том, как готовы школы к новому учебному году, ответ перед членами комиссии главу региона сегодня на заседании держал заместитель руководителя Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа Евгений Милехин. В настоящее время образовательным учреждениям реализуются мероприятия по инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Это производится до освещения системами видеонаблюдения объектов, контроля управления доступом, а также установкой атомной сигнализации. В 2019 году в окружном бюджете на данные мероприятия предусмотрено финансирование в размере 42 миллионов рублей. Кроме того, большинство образовательных учреждений региона будут обеспечены в новом учебном году физической охраной. В ходе заседания региональной антитеррористической комиссии был озвучен ряд выводов оперативного штаба по результатам антитеррористических учений, проведенных спецслужбами 20 и 21 августа на базе средней общеобразовательной школы номер 2 в микрорайоне Лесозавод. Даны соответствующие рекомендации руководству профильного департамента. Подводя итоги обсуждения вопроса обеспечения безопасности образовательных учреждений в регионе, губернатор Ненецкого округа дал ряд поручений исполнительным органам власти, которые, в частности, касаются специфики региона и удаленности многих населенных пунктов от окружного центра. Также он обратил внимание на необходимость введения в школах округа электронных пропусков, как это делается во многих городах России, и поручил департаменту образования заняться этим вопросом в ближайшее время. Вход в школу только через электронный пропуск, только через сопровождение учителя. Вот и все. И решили вопрос, он должен быть един для всех. Видеокамеры поставлены во всех школах, в том числе благодаря тому, что мы проводили эти выборные процессы. Все школы оснащены вредом. Они должны работать в соответствующем области. Это же тоже должна быть часть вашей работы с преподавательским и административным составом школ, о том, чтобы все эти инструменты находились в рабочем режиме. И по электронному учету прохода тоже надо приготовить предложение для того, чтобы это сделать. Это сегодня в рамках той единой карты, которую мы готовим, и которую сегодня я от сюжета, по сути, выпустил. Вот и сделайте на нее все это у кого есть право проходить школу у кого нет. Необходимо понимать, что безопасность детей, которые в этом учебном году переступят порог школы 2 сентября, превыше всего. На следующий день, 3 сентября, уже в 15-й раз в России будет отмечаться День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года в школе города Беслана в Северной Осетии. Чуть меньше двух недель осталось до единого дня голосования, который пройдет в Ненецком округе, как и по всей стране, 8 сентября. Как сообщили в окружной избирательной комиссии, досрочные голосования избирателей, находящихся в отдаленных и труднодоступных местностях округа, транспортное сообщение, с которыми затруднено, разрешено с 21 августа. Речь идет о выборах депутатов Совета Заполярного района 4-го созыва. Первыми досрочно проголосовали три жителя одного из самых малочисленных по количеству избирателей населенного пункта деревни Мгла. Напомню, 8 сентября в единый день голосования избиратели Заполярного района Ненецкого округа и окружной столицы города Нарьинмара будут участвовать в выборах депутатов Совета муниципальных образований Заполярный район и городской округ город Нарьинмар 4-го созыва. В ряде населенных пунктов Заполярного района пройдут до выборы в местные советы депутатов. Жители острова Колгуев и Хоседа Харского сельсовета выберут глав муниципального образования. Нарьинмаре состоятся до выборов собрания депутатов Ненецкого округа по избирательному округу Городецкий. На один мандат сегодня претендуют пять кандидатов от политических партий Коммунисты России, КПРФ, Родина, ЛДПР, Единая Россия. В настоящее время участники избирательной кампании участвуют в предвыборной агитации в региональных средствах массовой информации, в том числе в дебатах. Очередные дебаты пройдут в теле- и радиоэфире уже на этой неделе. Суд Ненецкого округа отклонил апелляцию Ольги Каневой, бывшего руководителя сельхозпроизводственного кооператива «Рассвет Севера». Осужденная Нарьинмарским городским судом сразу по нескольким преступлениям сроком на четыре года в исправительной колонии просила суд высшей инстанции изменить приговор, назначив наказание, не связанное с лишением свободы. Заседание судебной коллегии по уголовным делам состоялось в окружном суде. Процесс возглавил председатель окружного суда Евгений Мартынов. Согласно материалам уголовного дела, рассмотренного в апреле текущего года на Нарьинмарском городском суде, Ольга Канева в 2017 году, занимая должность председателя СПК «Рассвет Севера» места дислокации хозяйства поселок Харута, подделала протокол общего собрания членов кооператива, наделив себя правом единолично распоряжаться основными средствами предприятия. После этого злоумышленница заключила фиктивные гражданско-правовые сделки, с помощью чего было отчуждено в пользу номинальной организации ее сообщника поголовье стада оленей, принадлежащего хозяйству. Это более 8 тысяч голов, стоимостью свыше 33 миллионов рублей. Этой преступной организации также было передано и право аренды земельного участка для выпаса оленей. Кроме того, в январе 2018 года Канева представила в Департамент природных ресурсов и экологии АПК Ненинского округа заведомо ложные сведения о поголовье оленей в хозяйстве и росте его численности в 2017 году, тем самым избежав необходимости возврата ранее выданной субсидии в сумме более 3 миллионов рублей. В апреле текущего года Нарьинмарский городской суд вынес приговор в отношении экс-руководителя СПК «Рассвет Севера», по которому она была признана виновной в совершении четырех преступлений. Растрата, неправомерные действия при банкротстве, поделка официальных документов и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия. Судом ей было назначено 4 года колонии общего режима и штраф в размере 550 тысяч рублей. Согласно апелляционному определению, вынесенному судебной коллегией в августе, приговор Нарьинмарского городского суда в отношении Ольги Каневой оставлен без изменений, а апелляционные жалобы осуждены ее защитника без удовлетворения. Теперь Канева может обжаловать апелляционное определение в кассационной инстанции. Первый в России фестиваль творческих объединений «Таврида-арт» торжественно завершился в Крыму. Он стал одной из самых популярных смен молодежного форума, в которой приняли участие 45 тысяч человек, в том числе команда из Ненецкого округа. Вчера были определены и победители грантов Росмолодежи на реализацию проекта в своих регионах. Один из победителей – Надежда Савенкова из Ненецкого автономного округа. Надежда Савенкова, участница молодежного форума «Таврида», выиграла грант Росмолодежи в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта по открытию клуба английского языка в Ненецком округе «Блаблогейм», сообщает наш корреспондент Алина Ваучейская. Которая в эти дни также работала в Крыму на молодежном форуме. Суть проекта – надежды в том, чтобы обучать всех желающих английскому языку с помощью настольных игр типа «Элиас», «Крокодил» и так далее. Этот проект эксперты арт-квартала признали достойным гранта Федерального агентства по делам молодежи. Всего в рамках конкурса грантов было поддержано 130 проектов из 500 заявленных. Ненецкий автономный округ на фестивале творческих объединений «Таврида арт», в рамках которого прошло более 800 мероприятий, представляла команда молодежи из поселков Искатели и Устькара, села Тельвиска и города Нарьинмара. Подробности уже на этой неделе в специальном репортаже нашего корреспондента. Более 100 социальных объектов в Ненецком округе будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету в рамках национальной программы. Оператором проведения работ в Ненецком округе по итогам электронного аукциона стало общество с ограниченной ответственностью 5G Wi-Fi. Сумма контракта составила 138 миллионов рублей. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета Министерством цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации. Доступ к качественному и стабильному сигналу интернета до конца 2021 года получат все социально значимые объекты на территории Ненецкого округа. Подключение к скоростному интернету станет возможным благодаря реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках национального проекта «Цифровая экономика» один из федеральных проектов, который называется «Информационная инфраструктура» заключен контракт с 5G Wi-Fi. Это дочернее предприятие российского телекоммуникационного холдинга «Эртелеком» о подключении как раз к широкополосному доступу всех социально значимых объектов Ненецкого автономного округа. Их порядка больше ста. Это ФАПы, это образовательные учреждения, органы местного самоуправления, милицейские, полицейские посты и пожарные, и Росгвардия. Поэтапный план работ рассчитан на три года, начиная с текущего. Техническим заданием контракту установлены требования гарантированного и качественного доступа к сети интернет. Окончание первого этапа работ запланировано на октябрь 2019 года. К этому времени 26% социально значимых объектов региона будут подключены к скоростному интернету. Окончание всех работ ожидается в декабре 2021 года. В данный момент с исполнителями контракта ведется нам работа по поводу включения в перечень, потому что, сами знаете, логистика у нас сложная, поэтому начнем, наверное, с более доступных населенных пунктов и города. А на 2020 год по зимнику пускай завозят оборудование, и, конечно, тогда села получат достаточно качественный, достаточно стабильный интернет, увидят разницу. Национальная программа «Цифровая экономика» тесно взаимосвязана с другим федеральным проектом – образованием. Проведение высокоскоростного интернета позволит до 2024 года обновить материально-техническую базу в 26 образовательных учреждениях региона. Это 23 общие образовательные школы в городе и на селе, а также средние специальные учебные заведения в городе Наринмаре. Основная цель проекта – повышение качества образования. С его реализации будут расширены возможности получения новых знаний для школьников и студентов. Новые технологии преподавания появятся и у педагогов. Так, например, в рамках реализации национального проекта образования в трех школах Наринмара будут созданы специальные центры под названием «Точка роста». Первые точки роста в регионе появятся на базе первой, третьей и пятой городских школ. То есть вот в таком кабинете будет у нас развернут такой, ну я считаю, такой модерновый кабинет. То есть здесь будет поставлено обновленное оборудование. Имеется в виду это современные ноутбуки, современная доска интерактивная, 3D-принтер. И вот в этот кабинет информатики он будет обновлен. Плюс к этому здесь будут зоны для занятий по БЖ и по технологии. То есть это вот такой очень будет, ну я считаю, новый кабинет, который позволит начать модернизацию образования, в том числе и на базе нашей школы. Для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2020 году из федерального бюджета будет выделено более 3 миллионов рублей. Это подготовка нашего подрастающего поколения к новым специалистам, которые сейчас все, скажем так, компьютеризируются, модернизируются. То есть мы говорим о том, что сейчас происходит изменение, наверное, трудных ресурсов. И вот для того, чтобы подготовить детей к этому процессу, вот, наверное, все это и затеяно. Также в следующем году на реализацию образовательного проекта «Успех каждого ребенка» с созданием строящимся зданий молодежного центра детского технопарка «Кванториум» предусмотрено порядка 66 миллионов рублей. Обучение в «Кванториуме» будет способствовать ранней профориентации молодежи, позволит детям и подросткам овладеть широким спектром универсальных компетенций, востребованных на всех современных производствах. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Чуть больше месяца назад региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с Ненецким комплексным центром социального обслуживания населения объявило сбор канцелярских принадлежностей к новому учебному году для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего в этом году за помощью обратились порядка 30 семей, где проживают около 50 школьников, нуждающихся в такой помощи. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» в нашем регионе проходит более пяти лет. Каждый год в преддверии нового учебного года организации региона и жители округа приносят в отделение Красного Креста «Альбомы, тетради, карандаши» – все необходимое для полноценной учебы в школе. Помощь оказывают детям со 2 по 11 класс. «У нас есть такие организации, которые просто ждут даже вот этой акции конкретно. На сегодняшний день у нас шесть человек физических лиц принесли помощи по данной акции и три организации. Организации – это детский сад «Аннушка», департамент природных ресурсов и агропромышленного комплекса и «Красный лист». «Красный лист» – это же годный нам набор. «Красный лист» не просто принесли, а принесли ребята, дети, которым мы рассказали о работе нашей социальной службы и об акции. Сами ребятки принесли. К сожалению, отмечают организаторы, в этом году активность участия в благотворительной акции невысокая. Между тем, даже маленькая флешка или набор карандашей могут помочь. Например, вот эти три рюкзачка с констоварами уже в ближайшее время отправятся в Каратайку. Всего из села поступило семь заявок на оказание помощи. Впрочем, принести можно не только канцелярские принадлежности. Можно ли приносить вещи бывшего употребления? Хочу сказать, что вот по этой акции мы собираем, естественно, все абсолютно новое. То есть тетради они должны быть чистые, то есть без вырванных листочков и все остальное. Но мы не отказываемся, потому что наряду с необходимым, например, пакетом канцелярского набора, то есть эти семьи с удовольствием и с благодарностью принимают, например, бывшее употребление, но пригодное для использования в хорошем состоянии спортивную форму. Кроссовки, кеды, лыжи, например, да, и, в общем-то, может быть, рюкзаки, которые, ну, год поносил ребенок, на другой год купили другой, да, в хорошем состоянии. Акция продлится до 1 сентября. Желающие еще могут успеть совершить добрый поступок и помочь собрать ребенка из многодетной или малообеспеченной семьи к школе. За помощью же могут обратиться не только родители, но и, например, учителя, если они знают, что семья какого-то из учеников испытывает материальные трудности. Что касается первоклашек, то, напомню, каждый из них обеспечивается в Нининском округе специальным подарком – набором первоклассника, где и так уже содержится все, что нужно ребенку для обучения в первом классе. Такие наборы приобретаются Департаментом образования за счет средств окружного бюджета. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.